Глобальный ландшафт меняется с бесспективной скоростью на данный момент. Это несомненно приводит к последовательному управлению проектами во всех организациях. И такие организации, международные, мультикультурные, мультинациональные организации, в данном случае можно выиграть все, что угодно, начиная от МГУ, терминогномочной организации, и даже в международную космическую станцию, если мы пойдем выше в космос, мы сталкиваемся с уникальным набором проблем управления проектами, учитывая сложность проекта, которыми они занимаются, и необходимость международных сотрудничеств, особенно в педагогах технологий. Координация команд, координация коммуникаций, координация культур, интегрирования рядовых технологий проработок в таких проектах, особенно при учете того, что существует большое ограничение условий безопасности, эти и даже окружающей среды. Несмотря на то, что это довольно-таки уникальные проекты, такие методы, они могут находить применение в любой организации, в любых проектах, мне кажется, оскобенно накопленный опыт, который мы получили за 7 годы, может быть, применен сейчас с наибольшей силой. Первое, о чем мне хочется сказать, с чего мне хочется начать, это буквально недавно разговорился о региональном президенте Сименс, Кэмином Бауэром, он сказал, по сути, каждый стратег должен быть, как ученый, используя данные, доказательства для улучшения своего понимания и практики развития проектов. И как ученый, я не могу с этим, конечно, не согласиться, хотя более бы я сказала, что ты ученым, главное, не говори. Для того, чтобы было внимание, у меня более 20 лет на глобальных, научных, международных организациях. Я положу на данный момент группы энергетики в Международной ассоциации проектного менеджмента и, собственно, опыт работы в развитых организациях и с различными структурами позволяет мне говорить о том, как мы можем развиваться в современное время. Сегодня мне хочется немножко сосредоточиться именно на научные организации, ЦРУ, и Россия, и тут я уже сказала, принимает огромные участия, и вносит огромный вклад. И немного рассказать о ключевых аспектах работы в этих организациях и применении стратегий, направлений проектами, которые мы можем от них взаимствовать. Мне когда-то очень давно понравилась вот эта картинка, когда люди выбирали, в какой организации работать, и вот эти европейские космические сообщества, американские космические сообщества, и большинство людей, как показатель качества, успешности, эффективности, знаний выбирала научную организацию, которая является, включает в себя гораздо больше и страхов, и знаний, и технологий, чем могла бы представить Михаила, декоративная организация, которую мы смотрим рядом. И, в общем-то, если говорить о всемирных коллаборациях, которые будут на масштабных проектах такого уровня, первая задача, которая стоит перед такими коллаборациями, это фундаментальные научные вопросы на переднем проекте исследований и технологий. И что стоит отменить здесь? Чаще всего вот эти задачи исследований и технологий требуют, самим любым, для развития новых собственных технологий. Это просто необходимо для выполнения этих задач. И, несомненно, для развития таких проектов требуются большие инфраструктуры, сложные, большой определённые сложности и глобальные сотрудники на длительных периодах предмени. Мы часто сейчас говорим, что в меняющемся мире, в период адаптации, мы делаем стратегию, устроим стратегию на короткий период времени, мы не можем планировать на длительное время. Как показывает практика работы в других проектах, не обращающихся в научной области, длительное время необходимо для того, чтобы мы могли корректировать работу наших проектов, управлять нашими проектами, даже в меняющемся ландшафте, даже в постоянной турбулентности, в меняющемся мире. И, учитывая задачи, требования для таких проектов, что мы получаем на выходе? Как я уже заметила, мы получаем набросы высокотехнологичных решений, инноваций. Если мы возьмём для примера ЦЕР, то в построении большой огромный коллайдер, для тех, кто когда-либо об этом слышал, для построения новых инновационных научных технологий требуются инноваций, технологий вне научной повестки, которые могут быть использованы далеко за пределами фундаментальной науки. Несомненно, их порождают стимулирующие идеи, которые привлекают, как я это назвала, правильных людей, что означает это люди, которые готовы развиваться, готовы, эффективно участвовать в развитии компании, в развитии проекта, и для которых это является основным видом ответственности. Но, несомненно, для совместной работы, повод для международной коллаборации. Научный коллаборат в суте с вами – это отдельная структура, но тем не менее, какие принципы она нам приносит, которые могут быть использованы в воздействии науки. Наука по своей первой структуре нейтральной, я надеюсь, об этом мы не будем диспетировать, нет, подрядом теме, что это ландшафтные и происходящие события, что очень важно, и думаю, оцениваются на основе конкретных результатов, что такое научные результаты, я думаю, объяснять не нужно, а вот так. Оцениваются эти результаты на основе научных методов, и научных сиописов. Мне не хочется сказать, что все должно отступиться при помощи науки, но тем не менее. Вот эти коды научной деятельности, когда мы оцениваем результаты по каким-то подпредельным вещам, играют большую роль в эффективности развития проекта, проектного менеджмента. Перфекционизм совершенствует то, что присущ на научные деятельности, и то, что поощряет доверительное сотрудничество, означает, что мы доверяем результат своих коллег, и доверяем, но проверяем, уже не так сильно распространено в нашем случае. Результаты достигаются, когда работает определенная корпорация большого количества людей. И также это один из немногих реальных, универсальных дипломатических языков. На пути своей карьеры, могу сказать, что мне приходилось работать с разнообразными, совершенно не совмещающими себя культурными, но межнациональными аспектами. И приходилось находить общие решения. То есть это то, в чем наукный, лаборатория на поворотах, не игрывая у многих других проектов. Как пример ЦЕРМ, в которой я на данный момент прямо нахожусь, и крупнейшая физически-научная лаборатория в мире, основана в 1954 году, и одной из фундаментальных, фундаментальных изделий, как наиболее в области физики, ЦЕРМ как раз и способствует международному сотрудничеству, как я уже сказала, Россия принимает большое участие со времен основания этой организации. Собственно, учредительная конвенция этой организации, это работа гемии, мы забыли о том, что это Нобелевский, и в любом случае, это генеральные люди, но просто и эффективно, признание преимуществ, многообразие, смело сотрудничество, и результаты эффективности нашей работы, которую мы достигаем, за счет именно коллаборации, за счет достижения совместных целей, к которым ученые стремятся. Минусы формы как наукной организации заключаются в том, что мы предоставим уникальную схему оборудования и технологий, позволяющих производить исследования на педагоге научных знаний. Мне больше не хотели, чтобы мы хотели посмотреть, что любой из этих дисказываний или пунктов этих пунктов может быть принесен на проекты в любой другой области, не смотря на опыты и технологии мы не занимаемся. Исследование мирового уровня, несомненно, и объединение людей для расширения границ науки и технологий. Помимо науки, часть, которая для нас является очень важной, это нейтральное представление науки, и мы выступаем в обеспечении инвестиций в предыдущие, как раз, которые очень часто упускаются в развитии проекта, когда мы пытаемся действовать, если я не могу, что у нас имеется, в быстром меняющемся мире, развитии инновационных стран, развития инновационных технологий является одним из главных необходимостей доложения связей между наукой и промышленностью, то, что я занималась в последние несколько лет, как раз в Западно-Сембирском регионе Российской Федерации, передача знаний научного сообщества в индустрию промышленности, что является очень сложным проектом, потому что нам все время кажется, что мы идем разные задачи, и мы идем разные, а вот объединение этих задач, перемещение в область задач, в решении, которые хотелось бы убедить, и с той, и с другой стороны, задача непростая, но тем не менее, как раз и в результатах, и в работе, и в этих глобальных международных проектов. Ну, а по поколениям ученых и инженеров, или кого бы то ни было, IT, доктора, назовите здесь опять же свой проект, и кто надо будет быть за нами, кто-то должен работать после нас, и это одна из тоже, в отличие к нему таких организаций, потому что мы участвуем со средодачей о том, что вот сегодня вот этот торолл, как мы не сего, мы достигли успеха, а что будет завтра, что будет после нас. Ну, и стимулирование научного мышления у большинства людей, то есть, с чего я начала, люди должны, особенно стратегии, думать так, как думают ученые, для того, чтобы эффективность процесса, который мы осуществляем, была гораздо выше. Я попробовала объединить нескольких таких пунктов, которые пользуются для преодоления, определения изменений у всех, которые были участвующих. Проект, мы понимаем, что сопротивление, изменения в клинике, и различные подходы, которые мы используем, на образование коммуникации, вовлечение участников, содействие и поддержка. Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и свои недостатки. Мне бы хотелось пойти в самый конец, где я говорю про самые быстрые методы и самые эффективные, с моей точки зрения. Мы часто используем, я не знаю, видит мою мышку, про манипуляции и кооптации, это один из методов, который как индива, как руководителем проектов, очень часто хочется использовать, когда мы не приходим к никакому решению. Да, этот метод работает, когда люди нации не прорабатывают. Да, первоистоящее решение можно достаточно быстро и мощно выучить в предпочтении проблемах, но это забирает у нас один из главных путев решения людей, когда внутренние эффективно работают вместе и достигают эффективного результата. Геопуляция или принуждение высшестоящих движениям, в любом случае, это порождает нам хоть отдаёт нам быстрее временное решение, науку неуходства проектами, но тем не менее на длительные стратегии, для развития длительной стратегии, это может быть для проектов, мы проверяли это на практике, один раз в десятки годового года, довольно-таки большинство для развития проекта, хотя, повторюсь, иногда, это так, сколько стильенприменимо. Наиболее, единственное, как он играет в цель этих избранных мнений, через которые проходит любая организация, научная в том числе, мы поговорим о том, что насколько прочен и насколько необходимый проект в данный момент, создание впечатления срочности, создание дедлайнов, которые очень сильно помогают, у нас есть шутка такая в научном мире, определить дедлайн, и умножить на два, тогда проект в это время началось завершиться. Отсутствие достаточно мощной руководящей коалиции, когда решение принимается не... Меня все еще слышно, коллега, потому что я перестала вас слышать. когда возникает, когда нет общего решения руководящих звена. Я только что сказала о том, что манипуляция и решение сверху может убить проект, при этом создание коллектива людей, которые принимают решения, оно тоже необходимо, если мы возьмем, для примера, опять же, цен, то это всегда управление большими проектами, большим количеством людей, то есть руководящую роль не играет один человек в данном случае, и решение принимается по ходе обсуждения коллег. Недостаточное информирование о видении, то, что я уже говорила о стратегическом видении, как показывает практика, мы информируем свою команду в 10 раз меньше, чем нужно, о том, что должно происходить, какая у нас стратегия, и не только короткосрочная, но и длинносрочная. Мы забываем о том, что должны быть кроменными и все препятствия идти к этому в новом виде. Мы видим, что мы будем делать, но мы забываем о том, что они препятствия существуют, поэтому тут необходимо опять же привлекать команду к тому, чтобы помочь устранить эти препятствия. В физике следующая решителька на университете, вот здесь научиться подходить науку не важен. Мы в физике объявляемо в открытии, когда достоверность наших данных очень близка к статусу. никогда никто не хочет обрискаться от оплаты. Если кто не слышит, я понимаю, что люди науку занимают, божественные частицы и в одном хипс, это было такое великое авторитетие, в 2013 году, я принимала в этом участие, для того, чтобы это достижим ожидали почти 50 лет. потому что крич грана объявить опасения иногда приводит к противоположным результатам и к полному игрованию результатов. И, что тоже очень важно, ошибка номер 8, это недостаточное закрепление изменений в корпоративной структуре, особенно, когда наша команда столь мультикультурно и нежностепридарно когда он соединяет функции совершенно различных людей в один проект, с этим тоже нужно работать, может быть, мы пытаемся принести какие-то новые, как нам кажется, очень эффективные изменения для работы, но принятие командой этих изменений очень важно, иначе опять же результаты могут ввестись на них. Итак, просто чтобы сумминировать то, о чем я говорю, основные стратегии используемые в управлении научными проектами, это, несомненно, глобальное сотрудничество и объединение людей, для расширения границ, я могу зачеркнуть здесь слово, науки, но тем не менее, науки и технологий, это требует широкого спектра навыков и компетенций, успешное завершение таких проектов, зависит от глобального сотрудничества, это и обмен ресурсами, это и обмен знанием, это и обмен идеями, через, несмотря на географические и культурные границы, и координацию работы между разными командами, расположенными, ну, как тут мы сегодня с вами, в разных частях мира даже. Следующий пункт это технологическая интеграция, и только что коллеги говорили про диджитал мир, внедрение высокотехнологичных решений и инноваций, и то, что может повысить эффективность работы и улучшить результаты проекта, особенно технологическая интеграция, конечно, помогает решить такие аспекты, как автоматизация рутинных задач, использование различного программного обеспечения управления проектами. Я, как ученый и как с большим опытом работаю международных организаций, считаю, что москлубедит искусственный интеллект, где-то недавно увидела, а что у нас нет проблем с естественным интеллектом, так вот, я считаю, что профессионал, лидер в управлении проектами, человека здесь никто не заменит, особенно в креативности, в инновации, в создании новых идей, но использование инновационных, высокотехнологичных вещей очень сильно помогает в нашей работе. Ну, и принятие решений на основе данных, как я уже сказала в самом начале, это научно обоснованные стратегии, которые широко используются в таких проектах, это ключевая стратегия для принятия решений, это помогает улучшить планирование, мониторинг, контроль и гарантирует, что решения являются объективными, обоснованными и согласованными целями проекта. Еще одна из вещей, несомненно, в межкультурных и межнациональных международных проектах, это устойчивость и этические соображения, все организации все больше признают важность устойчивости и этики в управлении своими проектами, и это включает разнообразную очень гамму, это и экологическое воздействие и деятельности, и этичные практики в работе, и сравнение достижению глобальных целей, которыми стремятся все члены проекта, очень сильно проявляются в проектах такого уровня, как церк. Но в общем итоге, нужно сказать, что адаптативность является самым ключевым аспектом успешного управления проектами, особенно меняющим сегодня определенным миром, в котором мы с вами живем, и исследование научных этот мир появился в научных педагогах не вчера, не два года назад, а вот момент доставания церкви, там точно выводы организации, и это позволяет не адаптироваться, позволяет реагировать изменения, не инвестирует в принципе и извлекать максимальную большую возможность. Собственно, именение стратегии управления проектами в международных научных организациях может иметь темнее для своих других организаций, может быть адаптирована в любой другой области, как я уже сказала, отойти строительству образования и здравоохранения. Поэтому я надеюсь, что опыт, который мы наработали в результате коллаборации, в результате участия Российской Федерации в таких проектах, может быть применен сейчас, особенно в данный момент, на дальнейшее развитие наших проектов в любой области. Хочется закончить Луи Дюберпель, просто то, где он говорил, что когда наука отыгрышается громоздкими административными структурами, то становится более чем необходимо понять свободу творчества и имя уничтожить арминистративные веселые люди. Спасибо. 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 Спасибо.